Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Это предприятие создано, и оно планирует обратиться за компенсацией в сентябре. То есть фактически на данном предприятии в текущем году будет создано два рабочих места с государственной поддержкой. Знайсти працу людям с обмежеванными макшимостями ближайшим часом станет простей. У приватности об этом Марина Артёменко рассказала на сострече с коллективом «Фильтра». Как прогучала, все предприемства краины с колькостью свыше 100 человек обовязаны будут створать працу на месте для людей с инвалидностью. Падыходы парадок предоставлення так званых квот гэтым часом дапрацовуюсь, а дейничать яны пачнусь с 2025 года. У шучучыне заскинуты гарбуз пачата криминальная справа. Мясовая жыхарка навозила парадки у доме. На балконе знайшла гарбуз, який вырышила выкинуть праза окном. Плот приземлився аккурат на дах припаркованного «Фольксваген». Госпадар машины звернулся у милицию. Жанчину оперативно установили супрационники криминального вышуку. Яна ваусім призналася і раскаялася. У адносинах до громадянки, шучучынским районным отделам следчого комитета, пачата криминальная справа партыкуле хулиганства. Парадок перемещения товараў для асабістага карыстання і тых, што вызваліны адуплаты мытных платяжоў. Часовыў воз транспартных сродкаў для резидэнтов Беларусі і не толькі асабістых рэчоў ў выпадку перасялення на пастоянне місце жыхарства ў Распубліку Беларусь. Гэта і не толькі пытанні, што датычаць організаціў мытнага оформлэнні і контролю, цікавець грамадян нашы краўны і замежа. У приватнасті с такімі запытамі яны найчасті звертаюцца на прамые телефонной ліні Гродзінской регіональной мытні. Даслава, ў мытных органах яны проводзецца на регулярной основе, нерадзеў аднаго раза ў месец. Самая цікавая за пошній прамой ліні у нашай традиційной рубрыцы «Каментары дня». Из таких вопросов, которые касаются непосредственно курируемою мною Организациў таможенного оформлэння і контроле, поступали вопросы по порядку перемещения товара для личного пользования, порядок ввоза алкогольных напитков, порядок ввоза товаров с освобождением от уплаты таможенных платежей в случае переселения граждан на постоянное место жительства в Республіку Беларусь. Вопросы ввоза транспортних средств с обеспечением уплаты таможних пошлин налогов. Временный ввоз транспортних средств как резидентами, так и нерезидентами Республіки Беларусь и ЕАЭС. А также вопросы перемещения наличных денежных средств. То есть все актуальные вопросы, которые касаются людей при перемещении через таможенную границу. Как самих, так и перемещение товаров, которые они перемещают вместе с собой. Если разговаривать о временном ввозе транспортных средств резидентами Республіки Беларусь, то разъясняется порядок внесения обеспечения за транспортные средства. Разъясняется в первую очередь то, что в Республіки Беларусь в соответствии с законом уплачивается обеспечение только в беларуских рублях. Разъясняется порядок возврата данного обеспечения, порядок и возможность передачи транспортных средств на территорию Республіки Беларусь, порядок вывоза транспортных средств, временно ввезенных, если по какой-то объективной причине сам собственник не может вывезти данные транспортные средства. Также поступают вопросы касаемо норм беспочленного ввоза товаров физическими лицами. Особенно актуально это было, когда произошло снижение до 25,5 кг евро. Основные интересующие вопросы – это вопрос перемещения товаров БУ, которыми пользовалось физическое лицо, и вопросы ввоза алкогольных напитков, то есть входят ли данные товары в общий вес, в общую стоимость. В данном случае перемещаемые алкогольные напитки не входят в общий вес, в общую стоимость. По товарам, бывшему употреблению, есть соответствующий перечень, где регламентированы товары, которые могут ввозиться резидентами Республики Беларусь, бывшему употреблению товарам, без учета их веса и стоимости. Один из актуальных вопросов – это вопрос перемещения наличных денежных средств. Многие читают в средствах массовой информации о том, что периодически выявляются нарушения по порядку декларирования и недекларирования. Поэтому мы разъясняем, что таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства в сумме превышающей 10 тысяч долларов США. Обращаем внимание, что в Европе 10 тысяч евро, чем у многих происходит путаница. И разъясняем, что в случае, если человек декларирует свыше 100 тысяч долларов в эквиваленте, то у него должны быть документы, подтверждающие легальность приобретения данных денежных средств. Еще хочу отметить, что все актуальные вопросы, которые чаще всего затрагивают граждане, либо при проведении прямых линий, либо при поступлении запросов в таможенные органы. Мы стараемся аккумулировать и информацию размещаем на телеграм-канале таможенных органов, где можно кратко почитать основные вопросы, которые задаются. Материальную допомогу на подрыхток у детей до навыкчального года уже отримали свыше 99% у многодетных семьи у Гродинщины. Огульная сумма выплат склала 3 миллионы 700 тысяч рублей. Поведомили у областного комитета по оправке занятостей и социальной обороне. И работа по оказанию допомоги до школы протягивается. Как нагадали специалисты, одноразовая выплата предоставляется незалежно от дохода у многодетной семьи. У померы 130 рублей на кожного школьника. Допомогу до нового навыкчального года уже отримали 14 тысяч семьи у Гродинского региона, у которых выховываются 28,5 тысяч школьников. Ежегодно в преддверии нового учебного года проводится кампания по предоставлению семьям различных видов помощи на подготовку детей к школе. Поддержка семей осуществляется в виде предоставления единовременной материальной помощи, государственной адресной социальной помощи, благотворительной помощи и помощи по месту работы родителей. Единовременная материальная помощь предоставляется в соответствии с подпрограммой «Семья и детство», государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность» многодетным семьям, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет. На каждого ребенка-школьника в размере 30% бюджета прожиточного минимума по состоянию на 1 августа. Среди регионов Гродненской области наибольшее количество многодетных семей, получивших такой вид помощи, в городе Гродно – 4,5 тысячи. В Лицском районе около 2 тысяч, в Волковыском районе почти тысяча многодетных семей. Выплата единовременной материальной помощи в соответствии с государственной программой в Гродненской области практически завершена. А значит, что семьи, которые имеют потребность у потребителей, все лет смогли скрыстаться неколькими вариантами. Это одиноразовая выплата по держпрограмме, державная адресная социальная допомога, выплата по месту працы одного с батьком и доброчинная социальная допомога от громадских организаций, территориальных центров социального обслугования насильства и доброчинных фондов. Государственная адресная социальная помощь предоставляется малообеспеченным, в том числе многодетным семьям, в виде единовременного, либо ежемесячного социального пособия по решению районной комиссии в зависимости от дохода семьи и конкретной жизненной ситуации. Такую помощь в Гродненской области получило более 4 тысяч семей. Помощь может оказываться на подготовку к школе, также по месту работы родителей, в соответствии с коллективным договором, либо локальным актом нанимателя, из средств нанимателя и профсоюзных организаций. Такой помощью обеспечено более 10 тысяч семей Гродненской области. Более тысячи семей получили благотворительную гуманитарную помощь от общественных объединений и религиозных организаций. Каля 900 хлопчика у девчонок Гродненской области отрымали допомогу в рамках доброчинной акции «Сбером дятею школу». Ее спровоздаши пройшло в городе над Неманом и объеднало каля 130 детей розного взрослого. Мэтта акции – укомплектовать корыстные и потребные для учебы предметы и передать их подопечным червоного крыжа. Неполнолетним с инвалидностью семьям, яке знаходятся у социально небеспечным становящей, школьникам, яке маюсь потребу до помозы. В рамках кампании мы собирали канцелярские принадлежности, которые понадобятся детям для успешной учебы в школе, а также школьную форму, спортивную форму и рюкзаки. Сегодняшние эмоции детей были лучшим показателем успешности нашей работы и то, для чего мы это делаем. До областной доброчинной акции долучились социальные партнеры, а святушную программу для детей организовали представники гуманитарного колледжа. Дякуючи этой инициативе, в регионе, что год неабояковые грамадяне, допомагают собраться в школу маль тысячи девочинкам и хлопчикам. Кампания, призванная допомогчить детям за саблевым лесом, стартовала 1-го жнивня и продолжится до 15-го вересня. Ахвотные подключиться до доброчинного марафона могут звернуться у представительства червоного крыжа або передать загадзянабытые школьные прилады празд волонтеров у пунктах разгорнутых у гандлевых центрах во всех районах Родинщины. Приняли участие те дети, которые наиболее нуждаются в помощи государства, дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети, признанные находящимися в социально опасном положении. То есть это все те ребята, которые нуждаются в поддержке в определенной сложной жизненной ситуации. Эти живые эмоции, праздник, который мне помогли организовать организаторы, позволяют детям, скажем так, позитивно и радостно влиться в новый 2024-2025 учебный год и на таких радостных, положительных событиях начать предстоящую учебу. Лютеранская община уже ежегодно, на протяжении уже, наверное, третьего года мы принимаем участие в данной акции. Мы считаем, что помощи много не бывает. И если каждый внесет хотя бы каплю помощи, можем оказать море помощи многим детям, которые в этом нуждаются. А тем более День знания, 1 сентября, это праздник для каждого ребенка. И мы хотим, чтобы этот праздник дошел до всех детей, независимо от социального статуса, положения и места жительства. Ну а детям, конечно, сегодня мы видели, дети были рады, танцевали, радовались и дарили также отдачу эти положительные эмоции, которые мы видели на лицах детей. У Беларуси проходит акция, накирована на популяризацию идею сына уления детей-сирот, а так само не полнолетних, які за столице без опеки батьков. В ее рамках организована мобильная фотовыстава, отсюда «Здараются». У ее представлены 13 портретов семья, які взяли на выхование детей за саблевостями развития. Работу уже убачили жахары Витебской, Могилевской, Гомельской и Брестской областей, а так само столицы. Теперь Гродно. Открытие тематичного вернисажа пройшло в областном палаце творчества детей и молодых. Юлия Юхневиш расскажет. У центра усех работ – семья, якая приняла на выхование саблевых деток. Здымки – это истории с разных утков Беларуси. Гродинщину представляют приемные семьи из Лидии областного центра. 15 лет назад мы подумали о том, что мы хотим принять в семью детей. Мы с мужем решили, что это будут две девочки. У нас есть свои биологические дети, старший сын, ему 26, Алексей, и дочь 22. Они музыканты, состоявшиеся. Сейчас у них уже семьи. На тот момент это были подростки, но которые были полностью на нашей стороне. Мне предложили первого ребенка в приемную семью. Это Мария. Сейчас она усыновленный ребенок. И вот с тех пор я приемная мама. Когда мы максимально реабилитировали свою старшую дочь, потому что она была в 9 месяцев, не ходила, не сидела, весила 5 килограмм. Совершенно малюсенькая была, ничего не могла, как младенец. И когда реабилитация завершилась, мы видели, что она уже восстанавливается. В 2020 году мы забрали Ульяшу. И как раз это вот то, что для нас было самым важным. И теперь наше дело вырастить хороших людей. Обе приемных мамы очень достойны, имеют опыт воспитания детей с особенностями психофизического развития. Угра Людмила Яновна является многодетной матерью. Она удостоена ордена матери. И за время своей профессиональной деятельности воспитала уже, помимо своих 5 детей, 10 приемных детей. Усе с представленной историей по-своему цікавые. У каждой пары был свой шлях до свядомого выбора роли замещальной семьи. И дякуючи выставе, про это доведаются жихары усих регионов Украины. При выборе семьи закладывался, конечно, опыт воспитания. Стаж работы в профессии, активность, активная социальная позиция приемных родителей, родителей, воспитателей. Желание транслировать положительный опыт воспитания детей в замещающих семьях. Уникальность республиканского проекта еще и у тем, что в рамках фотовыставы дзенечают консультационные пункты. Усе жадающие могут задать свои питания специалистам. Зараз у регионе функционует 26 детячих домов семейного типа, у которых выховывается 215 детей. У 148 приемных семьях проживает 350 неполнолетних, у 770 опекунских – 1020 детей. У всех – подтримливая держава. Поддержка замечающих семей, приемных семей, формирование детских домов семейного типа, их поддержка является одной из задач органов управления образованием. Наши семьи находят поддержку не только со стороны бюджета, скажем так, органов власти. В любое время, в любой день, в любой ситуации рядом с приемными семьями находится общественное объединение, различные направленности, на которые всегда считают своим долгом поддержать семью. Неважно, это начало учебного года или это большие традиционные наши зимние праздники, либо это поддержка в вопросах оздоровления детей. До слова, областный центр стал первым у Чарадзе городов Гродянщины, где представлена перасовочная фотовыстава «Цуды здараются». Уже с 10 вересня тематичный вернисаж смогут увидеть Жихары Щучина, затем будет Лида Яшмяны. Выстава в регионе затримается до 30 вересня. Фитнес для мудрости. У лесопарку Пышке областного центра пройшла незвычайная тренировка. Запрашение на ее термали Гродянцы стал его взрослым. На улыне природы их чекал майстер-класс по скандинавской ходьбе и интересный рассказ обстановочем вплыве этого занятка на жизнь и здоровье. Скандинавская ходьба очень доступна людям пожилого возраста и здорово влияет на организм человека. Сегодня мы показали, как правильно ходить, как правильно выбирать скандинавские опалочки, как правильно дышать. И надеюсь, что это будет хорошим посылом для здорового образа жизни пожилых людей. Наша встреча – это акция у нас «Фитнес для мудрости». И она у нас прошла в рамках проекта «Гродно – здоровый город». В Гродно проходит проект, и он с 2021 года. Он направлен на популяризацию здорового образа жизни среди населения. И мы занимаемся и детьми, и школьниками, и трудоспособным населением. И, конечно, мы хотели бы обратить внимание на наше пожилое население. Такие, как это, мероприемства для людей с того возраста будут ладиться на постоянной основе. А кроме того, у Лесопарка Пышки каждую субботу проходит зарадка, практикование которой допомагают зарадиться бадёростью на весь день. Цикава, что на зарадку тут шакают грозенцев у всех узростов. Если у вас есть цикавая история, вы готовы стать героем сюжета, телефонуйте на номер гаражей линии 62-64-61. Замечная группа готова выехать на место падей. А кроме того, материалы службы информации шукайте на нашем сайте, в интернете, а так само на ютюб-канале и в социальных сетках. И это всё, что мы хотели рассказать. Развитываемся до наступных сустрэчу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин У сераду 4-го вересня у Гродня чакаяцца ясной надворье без апаткаў. Раница и слупок термометра пакажа калять 19 градусов тепла, днём да плюсы 29, а вечарам да плюсы 21 градуса. Ветер у сходні 2-5 метров за секунду. Атмосферный циск 757 миллиметра у ртутнага слупка. Вильготнасть паветра каля 70% у раницай, 33 днём и 55% вечарам. Зулікам ўсіх метрологічных дадзіных, адчуваемая температура паветра на протягу дня будзе вагацца ад плюсы 19 да 29 градусов тепла. У районных центрах 4-го вересня надворье будзе наступным. У Вялікай Бераставіцы свіслачы ваўкавыску, слонімі, мастах і шчучыня калять 19 градусов тепла раницай да плюсы 28 днём і да 20 с плюсам вечарам. Ясна, без апаткаў. Ветер у сходні 2-5 метров за секунду. У Зэльве прагназуецца, каля 20 градусов тепла раницай вечарам і да плюсы 28 днём. Ясна, без апаткаў. Ветер у сходні 2-5 метров за секунду. У Лидзе і Іуе прагназуецца, каля 18 градусов тепла раницай да плюсы 28 днём і да 20 вышай за нуль вечарам. Ясна, без апаткаў. Ветер у сходні, яху худкаць 2-5 метров за секунду. У Воронові сіноптыкі абяцаюць, каля 19 градусов тепла раницай да плюсы 27 днём і да плюсы 20 вечарам. Ясна, без апаткаў. Ветер у сходні 2-5 метров за секунду. У Астрауцы термометры пакажуць, каля 18 градусов тепла раницай да 27 днём і да плюсы 19 вечарам. Ясна, апаткі не прагназуецца. Ветер у сходні 2-5 метров за секунду. У Ашмянах і на Вагрудку будзе, каля 18 градусов тепла раницай да 26 днём і да плюсы 19 вечарам. Ясна, без апаткаў. Ветер у сходні 2-5 метров за секунду. У Смаргони будзе, каля 18 градусов тепла раницай да 27 па ветра прагрэцца днём і да плюсы 20 будзе вечарам. Ясна, без апаткаў. Ветер у сходні 2-5 метров за секунду. У Дятлаві і Карылічах, каля 20 градусов тепла будзе раницай вечарам і да плюс 27 днём. Ясна, без апаткаў. Ветер у сходні, хуткасть 2-5 метров за секунду. Геомагнитная ситуація ў сирадуча 4-го верасня будзе доволі спрыяльной. Сонічна актыўнасть не перавысіць ў зроўню невялікі геомагнитных хваляванню. У заход сонца ў 6-1-39 хвілін, захату 20-06. Светлавы дзень ў параўнани заўторкам паміншіцца на 3 хвіліны і складе 13-1-27 хвілін. Памісяццовым календары – малады месяц. А дакладній 4-го верасня ў 6-1-54 хвіліны пачынаецца трэці дзень місяццовага цыклу. Сирада будзе невельмі спрыяльной. Могуть праявіцца павышаная импульсіўнасть, паспешнасть і неразважлівасть. Таму лепш адкласть і справы, які патрабуюць дакладных і прадуманных рашэнняў. Могуть абвастрыцца конфлікты паміж блэскімі людьмі. Пажадана прыкласть ўсе намаганні, каб стрымаць аграсіўны настрой. Ён можы негатыўна адбіцца на міжасабовых адносінах. А лишак энергій лепш патратіць на фізічную нагрузку. У сираду чатвёртага верасня па народным календары Агафон Гумінник. Рані лічылі, што ўночна Агафона лясун выходзіць з лесу і сваволіць павёсках. Робіць ўсялякую шкоду, а асабліва расходзіцца ў гумна, гді раскидвая снопы, а салому разносіць паваколіцы. Па православным календары чатвёртага верасня ім'яніны ў Агафона, Арыядны, Апанаса, Зянона, Розы, Фелікса і Фёдара. У католіков дзінянь ў адзначать Іда, Івона, Катярына, Ливіяна, Марія, Рамуальд, Сяргей, Юліян і Фелиція. Субтитрувальниця Оля Шор Дякую за перегляд!